Медал оф Хонор Игра претендует на реалистичность, дескать все это либо так, либо приблизительно так было на самом деле. И игрок может почувствовать себя в шкуре настоящего американского солдата. С одной стороны, похвально. Все-таки игра позволяет моделировать многие события. Неплохая идея. Но с другой, важно, чтобы это не повлияло на игровой процесс. Вот в какой-нибудь Arma 2 или операции Flashpoint нам как раз и показывают настоящую войну. Но геймплей там очень специфический. Скажем так, не Медал оф Хоноровский. Однако уже минут через 20 ясно, что едва ли разработчикам удастся показать нам настоящие боевые действия. Ибо мы вновь Супермен. Группа из 4-х американских солдат превращает фарш в сотни талибов буквально за несколько минут. Мы несем демократию и праведный гнев с такой скоростью, что дай нам 48 часов, и в Афганистане не останется не только талибов, но и вообще местных жителей, а возможно и домашних животных. Уничтожим все. Это, кстати, беда игры. Беда вообще жанра. Вновь перед нами тир. С этим даже разработчики Modern Warfare не могли бороться. Вспомним случай ад в Бразилии, когда противники выглядывали из окон, появлялись в распахнутых дверях. Здесь все примерно так же, только порой еще и талибы возрождаются у нас прямо перед носом, выскакивают из пустоты и сразу начинают по нам стрелять. Это раздражает. Но если в Modern Warfare 2 помимо тира было еще и разнообразие миссий, абсолютно не похожие друг на друга карты и великолепные интерактивные сценки, то здесь у нас одинаковые или схожие пейзажи и ролики. Без нашего участия. Как в Bad Company 2. Причем ролики весьма посредственные. То есть если сравнивать с каким-нибудь низкосортным боевиком, то они, конечно, неплохи, но для проекта 3А класса они блеклые. Игра не эпатирует, не поражает, не удивляет, не дает нам никаких новых ощущений. За все те 5-6 часов, что я потратил на прохождение, я едва ли увидел хоть что-то запоминающееся. Гонки на квадроциклах? Слоу-мо после вышибания двери? Стрельба из пулемета? Просто для примера. В Modern Warfare 2 мы управляли машиной вот так, выныривались под воды и перерезали горло противнику, видели горящий белый дом, расстреливали гражданских в аэропорту в конце-то концов. А что мы делаем в Medal of Honor? Наверное, выигрываем плюшевую игрушку в тире. Но мне что-то по окончанию прохождения ее не дали. Эх, печаль-печаль. По тому кампании я очень недоволен. Она слишком никакая. Можно разве что отметить, что горные пейзажи разработчикам неплохо удались. Но не хвалить же игру только за это. Плюс, кстати, безумно смешат моменты, когда наш герой всюду просит товарищей подсадить его и подать ему руку. Они залезают сами, а мы только с их помощью. Мелочь, но черт побери, какая чушь! Сетевой режим, впрочем, тоже не лучше. Вновь приходится сравнивать с другими играми, и после этих сравнений хвалить становится нечего. Если вы не играли в Bad Company 2 и обе Modern Warfare, то здешние перестрелки покажутся просто великолепными. Они динамичны, увлекательны, красивы и интересны. Но полностью проигрывают по всем показателям основным конкурентам. Размаха Bad Company 2 здесь нет и близко, классы похожи на кастрированных аналогов из Battlefield, а карты и режимы уступают всему тому, что мы видели в обеих Modern Warfare. Разве что вместо сухих ачивок здесь вешают медали нам на грудь. Но на грудь наплевать, коли играть скучно. Грустное, очень грустное перерождение серии получилось у разработчиков из Danger, Cloth и Dice. Показать атмосферную, настоящую войну не вышло. Развлечь в мультиплеере не получилось. Вроде бы как задумка была, но что-то не удалось. Сколько раз играли в Medal of Honor было намного, намного лучше. А в этот раз не удалось. Не осуждай, вот стульчик ты все выпил. Че еще задевать? Говорил тебе, надо оптоволокно. Че я настрою? Давно пора бы. Говорит, сети нету. Ты швабры провода не задевала? Неа. Я тоже. Да вот. Да что ж ты будешь делать-то? Эй! Намеков и осторожных отсылок мы навестили в тюремные камеры Американской военной академии. В завершении же выпуска вас ждет штабный разбор полетов. Наши ответы на ваши нескромные вопросы. А может так и задумать. Как многие из вас могли заметить, мы пристально наблюдаем за судьбой Fallout Online и эпичным конфликтом Interplay и Bethesda. Вот и сегодня предлагаем вам на заметку... Че стоишь, неси вовгон. ...пока горячие точки. Interplay внезапно взяла и офицер. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!